Итак, друзья, мы с вами продолжаем рассматривать тему функций в разрезе JavaScript, в разрезе понимания основной из концепций JavaScript, разделения области видимости и контекста привязки. И на данном этапе, у нас уже аж 25-й урок, мы прошли таким образом, проходим, чтобы было понятно любому начинающему человеку, начиная с ключевых слов, разобрали область видимости и так далее. На данном этапе, перед тем, как ставить вопрос о ZYS, каким образом вызвана функция. Поэтому стоит повторить, собрать до кучи у нас в голове вообще, как вызываются функции. И сейчас в следующем моменте мы рассмотрим два момента, ну и в следующем моменте два момента, ну ладно. Это, сейчас обратим внимание на самое главное, на чем строятся функции в JavaScript, и проделаем это. Ну, первая, основная парадигма функции, это функции первого класса. Откроете, да? Иными словами, мы сейчас это проделаем, функции могут передаваться как аргументы другим функциям. И вторая, основная парадигма, это функции высшего порядка. Принимающая в качестве аргументов другие функции, возвращаясь в другую функцию, как результат. Ну и понятно, что они одна в одну вложенную. Если одна функция принимает и возвращает другую как результат, то понятно, что когда язык поддерживает функции высшего порядка, то он точно будет поддерживать и первоклассную поддержку функции, то есть передачу функции в виде аргументов. Теперь, теперь поехали. Итак, рассмотрим два примера. Один попроще, второй посложнее. Когда функции принимают параметры, принимают параметры другие функции. Сначала рассмотрим пример, который более простой. Например, есть два функциональных выражения. параметры другие функции. Вар, так, назовем параметры один, присвоим значение функции. Параметры у нас будут пустые сейчас, пока. И сделаем в данном случае битый пример, который везде приводится. Пусть она только нечто возвращает. Возвращает ретурен. Пусть возвращает слово. Слово это будет это. Есть второе функциональное выражение. Вар парам 2 Скопируем. И напишем. Это работает. Теперь возьмем третью функцию. Парамс Го. Которая будет принимать две предыдущих функции. Поэтому первый аргумент у нас будет фанк 1 Второй аргумент будет параметр, то есть будет фанк 2 Мы себе предполагаем, что это эти параметры, это и будут функции. Теперь мы с вами сложим консоль и лог, чтобы нам увидеть результат. И получится у нас параметр 1, то есть передаем аргумент фанк 1 плюс фанк 2 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 далее вызовем функцию фанк в фанк 2 фанк地 фанк парам go б и в объем две функции два функциональных выражения значит в объем переменной парам1 и парам2 которые балiyearía функции и запустим В результате мы видим тело функции Давайте попробуем в param1 и param2 добавить круглые скобки Для того чтобы показать JavaScript, что мы хотим получить именно данные И получаем слово это работает Действительно, мы смотрим Первое функциональное выражение param1 Функция у нас возвращает слово это А вторая функция param2 Функциональное выражение Возвращает слово работает В третьей функции param.go Мы задали любые параметры Просто задали func1, func2 Чтобы мы понимали, что это функция Мы могли бы, допустим, сделать И полностью написать function1, function2 Это как вам будет удобнее Наверное, это было бы правильнее То есть мы четко будем понимать, что параметры мы предполагаем принимать функции И далее мы указываем два аргумента, которые передаются в функцию А здесь передаем функции как аргументы И получается наши параметры принимают как аргументы И в результате мы имеем Как результат функция param2 Приняла как параметры То есть приняла как аргументы Наши функции Иными словами Это и есть Не общий, а смысл Смысл Функции первого класса То есть функции Принимают Поддерживают передачу функций В качестве аргументов другим функциям Что у нас и получилось Это понятно Давайте немножко Вот это мы закомментируем И скопируем Чтобы новый код не писать Нам доступны И более сложные действия Например А, Б Пусть будет А, Б, С Здесь будут параметры А, Б Чтобы было понятнее Поработаем сейчас С числами Ну, например Мы видим Что здесь написано Сейчас Хотел вам кое-что показать Чтобы мы сообразили Здесь есть такая строка Ну, по Передачи как аргументы Мы разобрались А также есть Присваивание их переменным Сохранение структур данных Мы возьмем Самую простую структуру У нас есть Три параметра Мы возьмем Переменную Переменный С Только давайте Сделаем так Правильно Вар С При свое значение Пусть будет так А Плюс Б И умножить на С И вернем Вернуть С Во втором Примере Мы это пока Закомментируем Возьмем Некую переменную М Присвоим ей Значение А плюс Б И вернем М В данном случае Мы делаем То же самое Единственное Что Функция Парам Го Мы Указываем Давайте Попробуем Сначала Ничего не указывать Параметры Да А просто Запустить Программу Мы видим Нам Да То есть Ничего Почему По одной простой Причине Что Функции Парама 1 и Парам 2 Имеют Параметры Параметры Требуют Передачу Аргументов Давайте Вот что Сделаем Попробуем Попробуем Сделать В строгом Режиме Мы его Изучали Попробуем К Как раз Повторим Итак Строгий режим Это В javascript Тот режим Когда Не допускается То Что Могло быть При Обычном Режиме Например В обычном Режиме У нас Вывело None None Вывело В каком Случае Функции Наши Имеют Параметры A, B, C И A, B А при вызове При вызове Ведь мы указали Парам 1 Парам 2 Но при вызове У нас Не передаются Аргументы И по сути дела Действия не происходит Да Верно Это есть Исключение Но в javascript Существует Мы с вами Тоже это изучали Поэтому у нас Это сейчас Повторение Строгий И не строгий Режим В строгом Режиме То что В не строгом Срабатывает В строгом Срабатывать Не будет Иными словами Когда удобен Строгий режим Когда Наша программа От нее Очень многое Зависит Иными словами Это очень Ответственно Не типа Там нажать Кнопку Все это Хренотень А типа Когда Какие то Вычисления С деньгами Конечно же Тогда надо Работать В строгом Режиме Но Если мы Думаем Что Строгий Режим Не всегда Получается Использовать Например Не все Браузеры Могут Поддерживать То есть Той или иную Функцию Строгого Режима Почему У нас Зависимость От чего От браузера А Если мы Работаем С ноды То Весь Код У нас Обрабатывается На сервере Нода И тогда Браузер Пошел Нахрен Как говорится Ты Типа Монитор И не Более Того Вот это Нас Устраивает Потому что Зависеть от Браузера Это самая Большая Гадость Которая Может только Быть Посему На ноды И пишутся Поэтому Очень Очень Классный Крутой Софт И В данном Случае Что мы Видим Давайте Еще раз Запустим Мы видим Исключение Исключение Говорит М Из Нодисфинет Переменная М Не Существует Ну Оно Вот так Вывело Не С А М А знаете Почему М Вывело Потому что Опять Строгий Режим Мы Не Применили Слово Вар В строгом Режиме Обязательно Ключевые Слова Почему Потому что Мы с вами Опять же Это повторяем Изучая Ключевые Слова И Именно Обозначают Область Видимости Вар Вар В пределах Функции Здесь Нет Ключевого Слова Да И как Она Видна Вот как Она Видна Как Языку Интерпретировать Как Видна Функцию Язык Интерпретировать А хрен Его знает Правильно Он Очень Правильно Если Мы Ставим Переменную То есть Ключевое Слово Вар То Сразу Появляется Определенность Определенность В чем Что В данный Момент Переменная Н Видна В пределах Функции Все четко И понятно Вот чем Хорош Строгий Режим Почему Потому что На самом деле Если Не в строгом Режиме То это Код С дыркой Почему Да Очень Просто Если Мы Берем Вот так М Мы Берем С глобальной Области Или С любой Программы Консоли Лог М Секунду У нас Эта функция Сейчас Мешает Пока Поэтому Мы Пока Это Закомментируем Чтобы Понять Эта функция Эта функция Эта функция Секунду Ладно Пока Не будем Заморачиваться Не та тема Сильно Много Отвлекаться Пока Не будем Мы Это Рассматривали Эти Меся Вещи Сейчас Посмотрим Что у нас Получилось Пока И дальше Пойдем Итак Добавим Сюда Ключевое Слово Вар Чтобы Было Правильно Сейчас Посмотрим Вот Получаем На Да На Смотрим Строгий Режим Строгий Режим Мы Могли Использовать Где Могли Использовать Прямо Функции Перед В самом Начале Сейчас Опять Вар Убираем Получаем Исключение Потому что Жаваскрип Не понимает Как Область Видимости Ему Сделать Как Идентифицировать Область Видимости Поэтому Ставим Вот Так Можно Проверять Вообще Свой Код Даже Если Мы Не Используем Жава Скрип То То есть Не Используем Строгий Режим Когда Малейшая Ошибка Уже Не Проскочит Везде Должна Быть Только Однозначность На Да Все Можем Закомментировать Строгий Режим Наш Код Правильно Работает Мы С вами Сейчас Рассматриваем Что Когда Есть У нас Две Функции Третья Функция Передает Принимает В качестве Аргументов Функции И Третьи Функции Мы Складываем То есть Возвращаем Результат Так вот Мы Смотрим Здесь У нас Три Параметра Здесь Два Мы Просто Напросто Фана Один Вбиваем Сюда Ну Допустим Пять Шесть Ноль А Здесь Вбиваем Пять И шесть Ну И Давайте Сначала Посчитаем В уме Пять Плюс Шесть Одиннадцать Умножить На ноль Получается Ноль Пять Плюс Шесть Одиннадцать По сути Дела Программа Должна Выдать Выдать Результат Одиннадцать Что у нас Там Не так Смотрим Что не так Смотрим Что не так Так как мы Здесь Указали То здесь Мы не указываем Иначе Получается Парам Один Вызывается Как функция Мы сейчас Вызываем Их Как переменные Переменные Парам Один Парам Два Потому что Это функциональное Выражение И получаем Одиннадцать Все верно Так вот В джаваскрипт Функции Высшего Порядка И Первоклассная Поддержка Это По сути Дела С функцией Можно делать Все Как с Любым Другим Объектом С Любой Переменной То есть Указывать Качестве Параметров Присваивать Переменным Другим Это Очень Удобно В данном Случае Мы Это Увидели Пока Хватит